В этом году исполнилось 100 лет с момента создания ВЛКСМ, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Это было движение невиданных размахов, которое произвело революцию в деле воспитания молодежи и поиска тех, кто не боится брать на себя ответственность и готов воплощать идеи в жизнь. Своя комсомольская история была и в нашем городе. О лучших ее страницах и многом другом мы побеседуем с ветеранами комсомольского движения, а ныне сотрудниками РФЦНЕВ Александром Чешко и Игорем Макаровым. Александр Вячеславович, Игорь Григорьевич, комсомол это организация, которая, ну, к сожалению, осталась в прошлом. И для тех людей, которые ее не застали, как я, и которые, ну, понятия не имеют о том, с чем был комсомол, давайте начнем вот с чего. А какая, на ваш взгляд, главная задача комсомола? Для чего вообще создавалась эта организация, если мы выделим что-то одно? Ну, прежде всего, главная задача и основная, которая пронизывала все действия комсомола, это воспитание молодежи в духе. В то время называлось коммунистических идей, но в то же время это воспитание в целом общего характера, такого, чтобы воспитать достойного человека общества. Это основная была задача комсомола. В зависимости от периода, ну, было по-разному. Для пионеров это одно, было для комсомольцев другое, там, для октября третье, понимаете. То есть, на каждом периоде было свое, ну, какая-то особенность. А если мы разложим по направлениям, то как велось воспитание советской молодежи? Ну, спорт, наверное, да? Ну, прежде всего, и спорт, и культурная работа, культурно-воспитательная работа, оно все это нанизывалось как бы на основную задачу. Это производственная задача, хозяйственное строительство, воспитание человека, такого достойного общества, чтобы он был хорошим молодым человеком, прекрасным семьянином. Вот такого молодого человека была задача воспитания и продвижения его вперед. То есть, в Советском Союзе был какой-то моральный стандарт честного, достойного человека. И задача комсомола была, ну, хотя бы постараться эти качества привить, и на выходе вот такого получить. Ну, было же ведь у нас в свое время осуждать, не осуждать, но моральный кодекс строителей коммунизма. Компрописанный? Компрописанный в стране, в Советском Союзе. Это все было. Давайте сейчас приземлимся на территорию нашего города. Тогда это был, ну, я еще помню, Арзамас-16, до этого сменил много других названий. Чем комсомол, если мы возьмем, широко занимался именно в нашем городе? Есть в Сарове что-то такое, чем можно однозначно сказать, вот если бы не комсомолы и комсомольцы, никогда бы этого не было? Ну, прежде всего, вот, хорошее участие комсомольцев было в подключении их к решению различных тем производственных, закрытого характера. Вспоминается фамилия Анатолия Россихина, КБ-1, который стал лауреатом Ленинской премии за комсомольское изделие, в которой он участвовал в проектировании. Это одна сторона вопроса, и она достаточно пронизывала большое число наших комсомольцев, в частности, в конструкторских бюро, в теоретических подразделениях, в физических секторах и, прежде всего, на заводах. Как у них, так завод, авангард. Стройка, она также была охвачена. Это крупная наша строительная организация, управление строительства 909, мощь, возьмите медсанодел, возьмите отдел детских дошкольных учреждений, а жилищно-коммунальное хозяйство. Все это, понимаете, по мелочи складывались большие общие вопросы. И участие комсомольцев, оно было единой составляющей, которая помогала нам продвигаться вперед реально, а не как-то там стороной. Ну, чтобы не как один локомотив, как у нас сейчас правительство, а люди сами как-то пытались свою жизнь определить и сделать лучше. Да, разумеется, именно так и было. Даже такой вопрос, как режим, особенность нашего города, это обязательно находило отражение по всем направлениям комсомольской деятельности. А вот, кстати, да, мы же город закрытый. Это находило свое отражение или практически не чувствовалось в комсомольской работе? Очень сильно находило отражение, особенно на областной конференциях. Там нельзя было, как вы знаете, говорить мы откуда, что мы там делаем, хотя мы были делегатами конференции. Но нас предупреждали заранее, что нельзя. И мы выходили всячески от этих вещей. То есть интервью дать или там что-то еще, кто мы такие, нельзя было сказать. И мы даже в свое время песню придумали такую хулиганскую, она нейтральная была, но для того, чтобы антифицировать свою организацию. Поэтому, ну, больше никак. Ну, естественно, мы были единым целым комсомолы в областной организации, но в то же время мы были обособлены. Если комсомольские организации области, районы, города, область проверяла ЦК, приезжали, смотрели как, то мы были достаточно самостоятельны. Если к нам сюда и приезжал, то единственное лицо, первый секретарь областного комитета комсомола. Все. И вот с ним мы решали вопросы. А приезжал он очень редко, поэтому большая самостоятельность была у городской комсомольской организации с точки зрения, а соответственная ответственность. Это же налагает все. Тебе дают большую свободу и требуют за это результат. Большая свобода, извини меня, но и отвечай за это. Поэтому спрос был достаточно серьезный. А чтобы был спрос, это да. Пока я об этом не говорил. А как, кстати, выглядела комсомольская кухня? Вы ставили себе какие-то задачи, которые появлялись в ваших же кругах? Контролировали все это? Или комсомол был во многом похож на армию, когда сверху поступал приказ, и человек на месте его просто выполнял? Прежде всего, естественно, мы были составной частью ВЛКСМ. И те основные движения, которые проходили в стране, они не только нас касались, но и мы принимали участие их в решении. Если брать и тот же комсомольский прожектор, если брать движение за себя и за того парня, это к 30-летию победы в Великой Отечественной войне, и многие другие, мы также принимали участие. Но в то же время, вот сказано было, что организация свои формы имела и она проводила в жизнь. Какие это формы? Это и движение, вернее, наша работа по конкурсу молодых научных сотрудников, инженеров и техников. Здесь у нас очень серьезно и интересно развивалось, и мы дошли до всесоюзного уровня движения вокально-инструментальных коллективов, ну и многие другие вещи. Поэтому, с одной стороны, мы были единым целым и выполняли, конечно, указания и те движения, которые были в стране, и в то же время привносили свое. Давайте немного вернемся в прошлое. В 1974 году, тогда еще Кремлевская городская комсомольская организация получила Орден Трудового Красного Знамени. За какие заслуги? Ну, прежде всего, если взять формулировку, то за хозяйственное и культурное строительство, за коммунистическое воспитание молодежи. Организация была награждена Орденом Трудового Красного Знамени. Должен сказать, что организация наша, мы уже вот об этом говорили, никогда не отличалась инертностью, она всегда двигалась вперед, какие-то у нас были идеи. И комсомольцы на всех этапах, начиная с образования в ЛКСМ в нашем городе, городской комсомольской организации и первичных комсомольских организаций, она всегда была в лидерах. И уже до 1974 года витала мысль о награждении нашей комсомольской организации Орденом. И вот только в 1974 году, в 1974 году, организация была награждена. Я в тот период был первым секретарем горкома комсомола, и известие о награждении меня застало в период работы 17-го съезда комсомола в Москве. Именно тогда мы были на приеме у нашего министра Ефима Павловича Славского, и он объявил, что городские комсомольские организации Средьмаша, тогда мы относились к Средьмашу, Министерству среднего машиностроения, Арзамаса-16, Кремлевская городская комсомольская организация, и Уральская организация, тогда Челябинск-65, ныне Озерск, также была награждена Орденом Трудового Красного Знания. Две организации были награждены. А это можно назвать золотой эпохой комсомола? Я бы так не сказал. Нет? Да нет. Зачем это называть? Я бы так не сказал. Понимаете, в чем дело? Вот, ну, я, на каждом этапе были свои какие-то золотые какие-то моменты, которые есть чем гордиться. Вот я с большим удовольствием хочу сказать, что вот нет здесь Валера Николаевича Такоева, Валера Такоева, первого секретаря горкома комсомола. В его период такое мероприятие было организовано, как КВН, и в том числе между городом нашим и Челябинском-70 в то время, ныне Снежинск. Это стоило не просто колоссальной подготовки, но это было интереснейшее мероприятие, мало с чем сравнимое. Это же тоже период шикарный. Я читал, Юрий Борисович Харитон вошел в состав жюри. Да. Вы тоже там присутствовали? Нет, нет. Меня еще не было в городе. Разные периоды, вы понимаете. То есть, мы, как раз, наша задача сейчас затронуть много чего. И другие люди были, уже нет живых, но мы хотим сказать, что в разный период, когда была живинка и особенность комсомольской организации, вот ее золотой период. А вот если брать каждого из вас, какие самые яркие события, которые связаны с эпохой работы в комсомоле, у вас остались в памяти? Ну, у меня это работа 17-го съезда комсомола, награждение городской комсомольской организации Ордена Трудового Красного Знамени, это создание комитета комсомола предприятия в НИЭФ, ну и накануне обмен комсомольских документов. Это такие вот мощные организации, которые у меня как-то отложились в памяти. Ну, у меня, пожалуй, был такой фестиваль городской, очень красивое мероприятие, после длительного перерыва он состоялся наконец-то. Ну, и некоторые еще, там были такие вещи, ну, тоже яркие, вот, которые гордимся. Ну, например, после фестиваля молодежи 85-го года одновременно, и мы в 76-м году, в 86-м году провели еще один фестиваль. То есть, подряд, полдень за полдень на площади, это, конечно, новость расстроит. Кстати говоря, вот к фестивалям я еще добавил Дни молодежи, которые проводились городским комитетом комсомола каждый год. Это было событие в городе, это столько много молодежи, да, и жители города принимали участие. Призы различные, мероприятия проводимые среди призов в то время. Ну, интересный такой приз был. Это вобла и пиво чешское. Я думаю, по тем временам это был желанный поигрыш. Очень желанный фонарик. Сейчас вспоминается немножко с улыбкой, но тогда было. А вы сами в том числе придумывали эти мероприятия, или среди комсомолов были такие затейники, которые постоянно фонтанировали идеями? Ну, они как-то у нас в городской комсомольской организации были живучи, как-то все время проводились. Я даже не знаю, как это сказать. На каждый период находились свои заводилы в культурно-массовой работе, в спортивной, в какой-то другой. Там находились такие. Но вот вы были первыми секретарями. К вам сами приходили, а давайте сделаем. Или вы просили, слушай, давай нам придумать. Были случаи, когда и приходили. Это отдельно. А иногда мы просто собирались, и есть такой, был такой орган в каждом городском комитете комсомола, как бюро. И вот обсуждали какие-то предложения. Члены бюро говорили, а вот в наших организациях вот то-то предлагается, или вот витает такая-то мысль. Ну, и так нанизывали, синтезировали, и потом смотрели, как решить вопрос. Ну, у меня, например, приходили люди с ревьем. Это я, ну, был важный момент. И вот они приходили, приходили, и я потом начал разговаривать на эту тему. И она родилась вот в молодежной жизни, в строительство, которое уже продолжали другие ребята. Но, тем не менее, она родилась здесь у нас. Давайте поговорим о том наследии, которое оставил комсомол. Ведь он провел колоссальную работу, которая не исчезла бесследно. И то, о чем мы с вами говорим, это прямое тому доказательство. То, как вы считаете, что из тех заделов еще советского времени можно было бы с успехом перенести в наши сегодняшние реалии? И, может быть, уже перенесено. Ну, например, тот же самый проект «Комсомольский прожектор» мог бы стать основой бережливого производства сегодня? Ну, почему нет? Да, почему нет? Вы знаете, что «Комсомольский прожектор» – такой был орган бюро «Комсомольский прожектор», который был призван что-то сэкономить, высветить там какие-то проблемы, недостатки. И в этом смысле «Комсомольский прожектор»… Ну, почему нет? Он же тут проходит, это однозначно я скажу, что «пожалуйста». Вы знаете, ведь не только можно перенести, но и уже перенесено такие движения, как конкурсы мастерства молодежи «Золотые руки». Они были при нас, и мы конкретные организаторы были. Это «Комсомольское начинание». Это было чисто «Комсомольские организации», «Горком Комсомола». Это основное были, на нас лежала такая ответственность. Второе – конкурсы молодых научных сотрудников, инженеров и техник. Сейчас это движение развито именно в административно-производственном плане, среди Совета молодых ученых и специалистов, который существует во ВНЕФ. Это очень серьезная организация, которую поддерживают руководители наших подразделений, дирекция, прежде всего, нашего института. И это дает свои плоды. Это было при нас. Но нам тогда такого уровня поддержки не было. Хотя, говорю откровенно, нас всегда поддерживали директора предприятий, начальники подразделений. Никогда нам практически не отказывали. Но движение, сама работа организационная – это была за нами. А вот смотрите, сейчас есть конкурс «Лидеры России». Когда со всей страны отбирают, они проходят через серьезный конкурс и получают наставничество, менторство. Как вы считаете, это в комсомольском духе? Ну, в определенной степени, конечно, в комсомольском духе. А вот тут я скажу, что в наше время не было. Это сейчас поставлено, я бы сказал, на государственный уровень. А вот комсомол – это тоже была школа отбора среди лидеров молодежного движения. Потому что там просеивалось и было видно, кто из ребят уже в лидеры выходит, кто может за собой повести молодежь. И вот это комсомольское движение, ну, если не прообраз, то во всяком случае перекликается вот с этими лидерствами. Поэтому есть чем гордиться комсомолу. А комсомол, какие оставлял в людях качества? Вот, допустим, даже на вашем примере, да? Вам как-то деятельность комсомоля помогла потом в жизни, на производстве? Ну, конечно, помогла. Это очень серьезная школа, прежде всего, которая учит ответственности раз. Учит серьезной человеческой порядочности. Она учит умение работать с людьми. Она учит возможности организовывать как производственные, хозяйственные и другие вопросы. Это школа, которая позволяла уже в дальнейшем комсомольским активистам продвигаться вперед. У нас много серьезных людей, которые прошли школу комсомола и стали руководителями. Я, например, называл и назову и Колесникова Сергея, и Николая Вовка, и Валентина Бориса, и многих других, конечно. И Саша тут приведет примеры. Но я хочу сказать, что наши ребята всегда проходили вперед, пройдя эту школу. Мне конкретно пришлось быть референтом-помощником двух директоров наших предприятий, прежде чем перейти на самостоятельную руководящую там работу. А именно Льва Дмитриевича Рябева мне пришлось несколько лет работать. И гораздо побольше с Негином Евгением Аркадьевичем. Это люди, которые дополнительно дали мне ту школу, которой я горжусь. Это очень серьезно. Ну, я тоже хочу сказать, что для меня было колоссальное влияние, оказала комсомольская биография. Ну, потому что я сначала ушел, как бы, референтом поработал, у меня не кладет человек какое-то небольшое время, потому что он уходил. А потом я ушел в подразделение работать, начинать с нуля, и начинал, ну, машина, как такое, строили, значит, ну, так, частнознаковая машина, тогда начинали строить. И я, ну, фактически с нуля начал, 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 и, ну, в общем, все получилось. Правда. А сейчас вот эти качества, которые комсомол прививал ребятам, они еще актуальны, или время сильно изменилось? Время бесспорно изменилось, но все эти качества актуальны. Я тоже считаю, что все актуальны. Актуальны? Самая идеологическая атмосфера того периода и сегодняшних дней, она другая. Тогда было государство немножко другое, строй другой, сейчас иное. Но качество людей вот для движения вперед, они очень серьезно остались теми же. А что-то аналогичное можно создать или вне советского устроя такую организацию немыслимо возродить? С моей точки зрения, в нынешних условиях это очень сложно. Прежде всего нужна, ну, государственная идея, вокруг которой были бы такая серьезная, были бы введены движения, прежде всего, в том числе молодежи. Ну, вот как-то, ну, покаяние на дне вечера. Я считаю, что если взять, строить такую систему государственную, опять же, ну, как функция основная воспитательная, вложение молодежи, то это можно, я убежден, это можно сделать. Мы говорили о лидерстве. Скажите, какие качества отличают настоящего лидера? И были ли, ну, при вашей работе в Комсомоле те, для кого эта организация стала трамплином, для большой, может быть, карьеры? Трамплином для многих стали, например, Гена Каратаев, который был в том числе и за форгом нашего горкома Комсомола, стал главой администрации города, пройдя дополнительные пути. Кстати говоря, именно я его приглашал работать, он учился со мной на два года позже в институте. Аналогично Коля Попков, Николай Федорович Попков. Они вместе учились в свое время в одной группе институтской. Он стал главой совета нашего, был. Ну, это вот, которые прошли в школу городского комитета комсомола освобожденных работников. Ну, я хотя двое назвал. Другие, подавляющее большинство, ушли как бы по производственной части. Поэтому, это самое, например, Валерий Николаевич Токоев был, в том числе, и секретарем Порткома КБ-2. Куличков Георгий Дмитриевич также был секретарем Порткома КБ-2. Да, и замсекретарем Порткома. А я хочу сказать, что у нас, у меня почти все люди как-то, ну, за редким исключением, они состоялись как лидеры, понимаете. Вот Воротник, Толя Воробенко, Сергей. То есть комсомол был таким действующим социальным листом? Да, да, действующим. А в комсомоле как принято, на вы или на ты? На ты. На ты? Невзирая на разницу возраста? Да, и по имени, да. И по имени. А в ранние годы еще и по псевдониму, как в спортивных временах. Да, у нас, например, это кое у кого было, есть, например, Георгий Дмитриевич Куличков, самый первый секретарь нашего горкома Комсомолова. У него комсомольская кличка Миша. У Рыдаев Артем Анатолий Петрович, у него комсомольское прозвище Артем. И никак по-другому. На этом все, спасибо, что были с нами. И напоминаю, что сегодня мы беседовали с ветеранами комсомольского движения, а ныне работниками ядерного центра Александром Чешко и Игорем Макаровым. Спасибо, что пришли. Всего хорошего. До свидания. Ну и вам спасибо. Спасибо.